Идём дальше. Один погибший, двое раненых. Такими потерями обернулись минувшие сутки для украинских военных. В нарушение договорённости о перемирии боевики прицельно обстреляли позиции наших защитников шесть раз. Били из 82-мм миномётов, гранатомётов, различных типов пулемётов и стрелкового оружия. Нашим военным пришлось открыть ответ на огонь из тяжёлого вооружения. Позднее, в течение дня, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Под водяным наши позиции обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Под миномётный огонь попали оборонительные укрепления в районе Павлополя. Ну а тем временем, по-прежнему без газа в предпраздничные дни остаются жители Авдеевки. Строительство стратегически важного газопровода с территории подконтрольной Украине стало затягиваться. Раньше газ в город подавался из оккупированных районов и уже более полугода. Прошло с тех пор, как почти 30 тысяч жителей остались без газоснабжения. Почему строительство до сих пор не завершено и каковы перспективы, знает Геннадий Вивденко. Резиновую заглушку выбрасывает из трубы давление воздуха в 4 земных атмосферы. Вот так продувается, так называемая, продувка трубы, это такой термин. Строительство газопровода от Очеретинова до Авдеевки продолжается, несмотря ни на что. Так продувают уже сваренную трубу газопровода с помощью компрессора, для того, чтобы вынести мусор и даже мелких животных, которые могли забраться туда в ходе строительства. 6 июня этого года снарядом боевиков перебило газопровод с той стороны. В ходе этих работ Авдеевка избавится от газовой зависимости от оккупантов. Но пока график срывается. В ближайшем часу мы будем незалежны от той нитки. Газ в Авдеевке будет. Есть вот такие вот, не от подрядника, не от меня причины, которые нам немножко заважают. Основной субподрядчик без объяснения причин 10 дней назад прекратил работу. Подозревают в саботаж, но пока вслух местные чиновники об этом не говорят. Помимо этого на строительстве появлялись сомнительные местные активисты. Пикетировали. Говорили, мол, труба некачественная. Они появлялись и выказали какие-то свои погрозы с того привода, что хлопцы, будуйте, будуйте. Наприкінці отбудовы, чекайте, у нас подарунка какого-то. На трех делянках газогена у нас были пошкоджения, термичные пошкоджения трубы. Пока же население в Авдеевке готовит еду на электроплитах. 20% города совсем без централизованного отопления. Греются кто как может. Військово-цивильной администрацией города Авдеевка было принято, выдано соответствующее распоряжение, где на каждую квартиру выдано компенсацию в размере 500 гривен. За светло, потому что они используют опаление. Есть еще одна проблема, самая страшная. Обстрелы боевиков и их последствия. Строители не единожды останавливали работы. Буквально вчера на линии был найден вражеский танковый снаряд. Газопровод практически готов. Нужно сварить последние элементы и закопать. Некоторые субподрядчики продолжают работать. Но если, как говорится, навалиться всем вместе, газ в Авдеевку будет подан уже в середине января. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский. Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Субтитры создавал DimaTorzok